Всем и доброго времени субтитры друзьям и дворечкам радостью, с вами я Ратурный. Сегодня мы рассмотрим сражение за портовый город Франции. Королевство Франции, Англия у нас штурмует сей крепость, ну как сказать, город. Привело начаться огромнейшую армию. Сей прекрасное королевство Англия, средь которых множество элиты, всеразличные благородные топорники, мящники, ветераны, пирши, феодальные рыцари, кавалерия, тяжело вооруженных рыцарей и множество интереснейших юнитов в виде, как и длинных луков Англии. В общем, армия Англии очень сильна. Ну и французы тоже им не уступают, их стак крайне силен. Это тоже у нас и различные ветераны, пешие рыцари-феодалы, топорники, как можете увидеть. В общем, французы у нас готовы к бою и они, я думаю, могут, в принципе, удержать неприятеля, что вот уже приближается на осадных башнях и лестницах. У нас у Англии имеются арбалечики, офигеть, как долбят хорошо. Это длинные лучники палят, да, уже? Нет, 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 это по всей мере скорпионы долбят, да? Да, скорпионы с башен уже накидывают по построению французов на стенах, отстреливаются наши бойцы. Я нейтральную сторону занимаю в этой битве, очень интересно было бы увидеть, кто победит в целом. Почему это не Атила с модификациями Диэлл Киндом с 1212 или же ПГ 1220? Наверное, потому что там и банально глупый для битв с самим собой, и творит полную ахинею, я это не раз показывал, и как на стримах, так и в битвах. В Риме он же все-таки какой-то, ну, более адекватный, если честно. По крайней мере, умеет штурмовать поселение. И вот башни уже подкатываются. Французы в ожидании боя занимают позиции. К бою! Займем же крепость Франции! О, минус, минус копейщик. Закидывают лучники Англия своими длинными луками. И стрелами подстроения французов за стенами. Нинус, луки у них на самом деле длинные. Видите. Шикарнейшие лучники. У французов у нас арбалетчики. У Англии длинные луки, как известно. Очень хорошо заливают. Итак, стены потихонечку продавливаются. Отлично. Давай так, за кого болеете? Вот просто вот если ты реально четкий игрок и любишь средневековье, то за кого болеешь ты и почему? Ну и вообще, как бы, то тебе больше нравится Франция или Англия и почему, опять же. Мне, допустим, Франция больше нравится за счет благородных вот этих вот жандармов. Это прям одни из моих самых любимых тех времен, так скажем, единиц боевых. Прямо обожаю их. Прямо обожаю их. Подъезжает Таран. Медленно, наверное. Еще одна лестница подъезжает. Французов от обиды чуть меньше. Дабы присутствовал баланс. Блин, улучшники заливают знатно, конечно, в Англии. Однозначно. Да, такое вот мясо я обожаю. Блин, вот просто хочу в Монтонблэйд. Хочу тоже пронять участие в подобной битве. Это же классно. Это что такое? С палецами? Хе-хе. У нас тут арбайщики. Устраивает нагоняй благородной пехоте Англии. Так, тут еще они спускаются или спускаются? Да. Вот, наконец-таки, английская пехота начала спускаться со стен. Итак, таран подъезжает. Так, что у нас еще и происходит? Такое еще не что Англия выигрывает, да? Лучники, в принципе, не так много гасят. Но баланс сил сейчас реально на стороне Англии. Здесь, кстати, спустились группы. Причем так неплохо так. Французы почему-то не хотят бой давать. Тоже отступают за чем-то. До последнего держать надо, мне кажется. Нельзя давать английской пехоте перегруппироваться. О, болты заливаются арбалетчиками Францию. Так, хорошо. Итак, в итоге ворота, короче, кинули штурмовать, тараном пробивать английская пехота. Поднимаются они, в общем говоря, на стены, просто спускаются и идут в сторону центра города. Их поджидают резервы французов, что не позволят так просто английской пехоте пройти в центр города. Продолжение следует... У французов, в принципе, его ворот очень хорошо держат, прям очень плотно держат английскую пехоту. Вот здесь, на удивление, англичане пробиваются. Под музычку римскую, кстати, довольно-таки атмосферно выходит, мне нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кобина копия, я так понимаю, да? Ну, у французов здесь мечники стоят, а то у нас, получается, мечники-ветераны. Долбят британских тяжелых копейщиков. Здесь все-таки французы подвели свои резервы. Что складывается в нашу пользу? А, что с шансами? Почему? Неужели потери такие огромные у французов? Серьезно? Пипец. Там, да, пехота у них очень много сделала фрагов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, лучники английские с длинными луками, ну, прям, очень хорошо заливают. Позиции французов за стенами навесом, прям, в спину. Очень неплохо. Ой, тут прям вообще шикарно заливают. Да, лучники это не арбалетчики. Лучники английские тут решают прям пипец. Арбалетчики французов не могут так же хорошо себя реализовать. Хоть они и круче, по идее. По крайней мере, один на один арбалетчики лучников перебьют. Но с пехотой подобных ситуациях, когда ты находишься за стенами, арбалет тебе не поможет. А вот лук, еще как, даст тебе возможность пальнуть и не раз навесом. И в такую кучу ты однозначно попадешь, и твоя стрела сделает свое дело. Ну, тут французов больше, казалось бы, да, но у них уже боевый дух падает. Ну, просто ничего не могут себе позволить для противодействия английской пехоте. Так же бой завязался у нас здесь. Тут тяжелая пехота Франции сражается. Сейчас ветераны и мечниками Англии. Феодальные рыцари, так сказать, французские. Вон, пытаются арбалетчики стрелять навесом, но, видите, да, как бы, стрелы. Она через одну летает, потому что многие врезаются в здание. И примерно 60% болтов тупо не долетают. Ибо навес, как бы, делал, ну, явный для арбалета. Блин, наоборот, и захватывают, как видите, уже. Пробили полностью всю пехоту Франции здесь. Просто разомотали ее. Покромсали. Лучники огромную роль сыграли, конечно, в победе данной английской пехоты. Это однозначно. Блин, ну как красиво. Я обожаю этот овр. Ну, серьезно. И битвы тут такие залипательные, что... Многие стратегии просто не дотягивают. И главное, никогда не надоедает. Вот серьезно рассматривать подобные бои, по крайней мере, мне, ну, лично мне. Мне это что-то нравилось, как бы, и по детству тоже. Когда залипал время первый. Смотрите, ватили, будто тут херню сломали бы. А тут перепрыгивают. У французов же больше кавалерий было. Они что, уже слили всю ее, что ли? Вот еще разница с Атилой. Атиловский полкан будет стоять на точке. И в него просто пехота будет врезаться. А вот тут он отступает и перегруппировался, чтобы нанести свой натиск. Блин, а французы вообще прям на изи погибли. Англия просто растоптала. Вот тут, конечно, мощь. Да, Англия в этой модификации очень сильная фракция. Их лучники это что-то. Их лучники, английские луки, это, ну, прям, очень сильные юниты. Я бы сказал, крайне сильные юниты. И это, безусловно, здорово. Может зарубиться в эту кампанию на карте кампании? Что думаете по этому поводу? Я бы загамал. Есть фракции, за которых мы еще не играли. И можно было бы с удовольствием посмотреть что-то. Поэтому, да, давайте посмотрим и зайдем на карту кампании. То есть, выбор фракции и посмотрим. Может быть, у вас есть идеи насчет кампании для стрима? Поэтому обычно всегда что-то интересное в конце стрима... Ну, ролика предлагаю, по крайней мере, чтобы там, допустим, для стрима что-то интересно завести. Это здорово тоже. Блин, ну, Англия капец. Просто проехалась. Но то лучники зарешали в большей степени, а более чем уверен. Лучники такой урон несли в спину, что просто уже пехота спокойно нарезала. Англия потеряла всего лишь 1700 бойцов. И было не так уж и много. 4 400, а французов 3 600. При этом у французов отряды были не и бомжи, а элита. Это все различные кавалерии с копьями тяжелые. Там, арбалейчики. Французская тяжелая кавалерия. Вооруженные воины с топорами. Французские лучники. А, были лучники, да. Так или иначе, такие лучники были. Ну, а то английские лучники, ну, просто несравнимо с лучниками и арбалейчиками французов. Блин, мечники-ветераны хорошо нарезали. Тяжелые копейщики. Французские алибарщики. Французские избранные мечники, ну, как-то так себе нарезали. Я более чем уверен, что по ним просто в руки стреляли. Жесть! Это как так? Я, честно говоря, не ожидал. Так, у нас в этой кампании доступен Иерусалим. И Антиохия доступна Византия, за которую мы играли. Королевство Англия, Священная Римская империя, Сицилия, Франция. Королевство Леон и Кастилия. За испанцев я бы поиграл на самом деле. Также Фатимитский халифат. Аббасидский халифат и Норвежская экспедиция, за которую мы, по-моему, играли уже, да. Была кампания у нас за норвежцев, поэтому, в принципе, начинать, думаю, не стоит за них катать. Но я бы катанул, так или иначе, за испанцев, поэтому... Ну, или, допустим, за Францию. Пишите свое мнение, что думаете. Хотели бы кампанию здесь? Вот. Предлагайте фракции. Ну, а на этом все. Боилучшие. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok